Приветствую снова всех, мои хорошие! Так, микрофончик есть, слышно, надеюсь, будет. Собираюсь я закончить, наконец, эту свою увлекательнейшую историю, как я потеряла эту работу свою, первую, любимую. Ну, конечно, не первую, но именно вот потеря какая-то была очень-очень болезненная. В прошлом видео остановилось на том, что на предприятие поперли проверяющие. Утром проснулась и давай думать, как это было. Прямо в мельчайших подробностях так все детально, хорошо все всплыло в памяти, как будто вчера это было. Пришли проверяющие и пошли, значит, ходить по территории предприятия, смотреть, где чего плохо лежит, как говорится. И возле одного из цехов, возле здания, заметили, циклон, ну, это такое воздухоочистительное сооружение. И решили зайти посмотреть, что оно там чистит, откуда дровишки. Вот, и там такая комнатюшечка была, знаете, коптерочка такая маленькая, значилась по документам, по проектным, как шлифовально-полировальный участок. И, значит, на этом участке было несколько рабочих мест, то есть вот эти шлифовальные, вот эти абразивные круги какие-то там, шлифовальные какие-то приспособления, механические, электрические, не помню я, там какие-то станки были, станочки, инструменты, скажем так. И от каждого рабочего места вообще-то по проекте вытяжка присутствовала, принудительная вентиляция, то есть каждое рабочее место должно быть пронумеровано, и от него должна выходить вытяжная система, которая собирает вот эту всю пыль абразивную, вредную, и пропускает, прежде чем выбросить в атмосферу, пропускает ее через какие-то фильтрационные сооружения очистные. В частности, вот для воздухоочистки применяются всякого рода циклоны. Есть просто улитки, в которой по центробежной силе пыль, взвешенные частички под действием центробежной силы просто сами по себе опускаются вниз под своей тяжестью, сбиваются как бы с толку, вместо того, чтобы лететь в воздух, они вот так вот крутятся и, ударяясь об стенки улитки циклона, просто высыпаются на дно. А есть, я не знаю, зачем я вам это рассказываю, есть гидроциклоны, в которых воздух орошается водой, и там эта вся мелкая какая-то пыль, или вредная какая-нибудь, чаще гидроочистка для каких-то вредных, вообще химических каких-то вот таких вот аэрозолей применяется. Там она водой все это осаждается, чтобы не выходила в атмосферу. Вот. И, значит, пришли они на этот участок, а он прям такой, знаете, как в цех входишь, он прям с краю, тут вот тебе коптерочка, эта дверка такая, и туда заходишь, и на тебе. Я сама не знала, что он там есть, и когда он там появился. Я просто редко бывала, ну, как бы, предприятие агромедное, корпорация, по трем различным адресам, то есть территориально оно находилось на трех разных площадках. И досконально я, конечно, за три года изучила все техпроцессы, все технологии, где какие сожи там применяются, какие станки, какие сварочники, сколько их есть, какие там эти, ой, господи, я не хочу это все вспоминать, я это так не люблю теперь. Но вот этот вот крошечный забегаловку, эту вот эту коптерочку шлифовальную, полировальную, я даже не подозревала, что там стоит какое-то неучтенное, без вытяжки, приспособление, имеется в виду инструмент, но абразивный этот круг. И тут они, значит, заходят на этот участок, и они видят, что он есть, и просто открыта форточка, вытяжка не включена, а от этого рабочего места, от этого рабочего места, где работает этот шлифовальный круг, пыль, короче, идет, рабочий стоит, что-то там же шлифует, оно же все там, врух, такое облако распространяется, пыли. А вытяжным каким-то принудительной вентиляцией место не оборудовано, понимаете? И это такая зацепка, просто, ну, я не знаю, ну, пришлось отвечать, ее так быстро нашли. В общем, руководство, ну, что делают проверяющие? Проверяющие вообще, это, чтобы вы себе представляли, это такие государственные служащие, чиновники, видно, что совсем недавно были после института, пришли мальчик и девочка, абсолютно такие положительные, позитивные, как бы, ну, как вам сказать, такие вот, видно, что честные и добросовестные, понятно, что, может быть, они искренне свой долг выполняли, знаете, как вот с верой в то, что со святой верой в свое благое дело, в свои благие намерения, что закон и право на их стороне, и что они вообще миссию какую-то вот несут, вот такие вот люди, понимаете? что вот они привязались к этому, и все, их ничем не это, руководство, естественно, давай там чай, кофе, давай их как-то уболтаем, а они, естественно, ни в какую. Вот все, не просто протокол будем составлять, а блокируем, не блокируем, как это называется, печать, опечатываем. То есть они выхнули рабочих, приклеили свою вот эту бумажную печатку, штампик поставили, и все, работа остановлена. Рабочий, значит, возмущается, кричит, на меня набросился, ну, понятно, все остальные мужики, на проверяющих кричать нельзя, а на меня можно, что я вот его семью без хлеба оставила, ай-яй-яй, что я сделала? А я без понятия, мне что никто не докладывал, что он там неучтенный, а я же не могу тоже ежечасно, каждое утро обходить все цеха, а их там, ой-ой-ой, сколько было, все участки для того, чтобы обнаружить что-то такое, чего не соответствует проектной документации. Но эти, конечно, проверяющие, то ли это было чудо, вот такое простое совпадение, что они вот так зашли и сходу с порога, как говорится, вычислили этот прибор, ну, прибор, неучтенное, скажем так, неучтенное оборудование, инструмент, место рабочее с нарушением, как говорится, требований. То ли это была какая-то наводка. В общем, руководство истерика и даже паранойя, не знаю откуда, в принципе, основания, если хорошо подумать, для параноидальных таких навязчивых мыслейшек тоже нельзя исключать, потому что столько подрядных организаций работало, проектных, которые, естественно, оформляли всю эту проектную документацию, то на одни участки, то на другие, то на третьи, то есть еще до меня люди эти работали там, и кто-то мог видеть, мог увидеть раньше меня, заметить, что там есть что-то неучтенное, а им работа нужна всем этим проектным организациям, им без хлебушка тоже сидеть очень-очень грустно, и они все работают, все их контакты, так сказать, они все лицензии получают у этих проверяющих, у этих государственных, как сказать, министерств, так сказать, то есть они при этих министерствах тоже работают, ну каким образом работают, они там только получают лицензию на право вести свою деятельность, а дальше они уже как-то на предпринимательской основе должны находить себе применение, находить себе работу, и если они долго сидят без работы, их никто не нанимает, естественно, они голодают, им вынуждены каким-то образом выкручиваться, тоже вот искать, выискивать, расспрашивать, вынюхивать, где какой непорядок, чтобы пришли проверяющие, потребовали устранить, и тогда у этих проектных организаций появляется возможность заработать, их обязательно наймут, чтобы они вот дооформили вот эти неучченные источники, провели инвентаризацию, то есть само предприятие этого сделать не может, оно вынуждено именно обращаться к таким вот посредникам лицензионным, возможно, кто-то из этих проектных людей разнюхал, что там что-то непорядки есть, и решил таким образом получить работу себе. Поятное дело, что потом последовало поиск опять подрядчика, для того, чтобы эту инвентаризацию провести, для того, чтобы учесть это все, для того, чтобы оборудовать это все, но мое руководство было настолько в истерике, как бы, что произошел сам этот прецедент, и им надо было спустить пар куда-то вот на кого-то. Короче, виноваты сделали меня, к моему счастью, попросили уволиться по соглашению сторон. Да, помогли мне встать в центр занятости, хотя у меня тогда даже не было прописки Харьковской, и даже мне директор, один из директоров, один из акционеров предприятия написал рекомендательное письмо для того, чтобы меня приняли с положительной характеристикой. Я вообще даже не подозревала, что думала такое, возможно, только вкинула, знаете. Ну, я не знаю, кому оно было интересно, это письмо, но он его мне написал и выдал. То есть все для того, только чтобы скорее вот со мной расстаться. Ну, собственно говоря, дальше полетели и остальные все, тоже ничего у людей не получилось там. Я знаю, что этот мой руководитель тоже покинул место работы. Уж не знаю, как там ему предложили или сам ушел. Ну, в общем, после этого вот прецедента, когда выписали штраф, очень там много, как говорится, перетрубаций произошло на этом предприятии. Так, подробности моего расставания я еще хочу описать, но это будет уже следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok